Всем привет, друзья! Сегодня мы узнаем, что думают наши студенты вообще о программе в поисках звука. Достойна ли эта программа? Можно ли на ней чему-то научиться? Или это вообще потеря и трата времени? Что думают о программе в поисках звука наши дорогие студенты, которые уже прошли эту программу? Я вижу там одного парня в очень сильной толстовке backwards. Можно задать вам пару вопросов? Что это за программа в поисках звука? Стоит ли вообще она того или не стоит? Стоит. Это дает большой толчок в развитии и мотивации. Ребята, вы должны понимать, что вы идете к профессионалам и здесь вас делают лучше. Ну, слушайте, я просто круто, очень круто проводил свое время. Здесь на самом деле очень сильно вайбовывает, типа, блядь, просто, типа, приходишь как домой с чуваками и с корешами, вы пишете музыку, учитесь и если долго мучиться, что-нибудь получится. Вот что я думаю. Чуваки, звук это... фонтанка это... на чуваке это два больших факта. Я посмотрел на звук с другой стороны, типа, как это все работает. Такого предложения нет на рынке и вообще это идеально. Скажи, пожалуйста, а что ты можешь пожелать тем ребятам, которые только сейчас задумываются о том, чтобы начать искать свой звук вместе с нами в рамках программы обучения? Я думаю, пацаны, если вы горите музыкой, вам обязательно стоит пройти этот курс, потому что это, во-первых, дает нереальный кайф. То есть работа с этими чуваками это большое наслаждение отдельное. Не задумывайтесь, ребят, этот курс то, что вам нужно. Потому что, когда ищешь звук, ты находишь себя в конечном итоге. А почему это нужно делать вообще именно с фонтанкой? Как думаешь? Почему ты это делала именно с фонтанкой? Вот скажи за себя, там, не для всех, а для себя. Потому что здесь ребята чувствуют тебя, когда ты не чувствуешь себя. В принципе, все основные слова сказаны. Хорошая получилась история. Интересная, поучительная. Я не помню, к сожалению, дальше слова. Субтитры создавал DimaTorzok